Вместо приглашения ссылка, как подарок, бесплатный интернет. В таком формате провели свою свадьбу дизайнер Мирахима Пош и его избранница Диля Урумкулова. Бракосочетание состоялось 22 августа. Пара давно планировала сыграть свадьбу и в каком-нибудь необычном стиле. Из-за эпидемии бракосочетание пришлось перенести в интернет. Так, счастью молодоженов, смогли порадоваться все родные и близкие. Соблюдая все меры предосторожности. Были даже гости из-за границы. Приглашенные собрались по ту сторону экрана с помощью мобильного приложения Zoom. Церемония продлилась два часа на трех языках. Каждому гостю было уделено достаточно внимания, рассказывает Мирахима Пош. Нашу свадьбу мы организовали онлайн ради нашей безопасности и ради безопасности наших гостей. Модератор давал каждому приглашенному слово. Были и певцы. Не выходя из дома, они играли на комузи и других национальных кыргызских инструментах. Успели выступить все. На свадьбу было роздано 100 приглашений. 40 человек приняли участие. Делится воспоминаниями о своей свадьбе дизайнер. Молодожены находились в небольшой студии. Кроме гостей, в церемонии задействовали еще тех персонал, который поддерживал работу приложений. Кто-то пришел домой без приглашения. Даже моя мама и теща приняли участие в нашей онлайн-свадьбе, а также наши родственники. Была только одна проблема – кому вначале предоставить слово. Мы решили, что первым поздравит нас тот, кто первым зайдет в приложение Zoom. Функции тамаде выполнял администратор. Ею была сестра Мирахима Упоша. По его словам, идея провести свадьбу в таком формате его избраннице пришлась по вкусу. Забирал жених невесту по всем традициям. Даже серьги надевал. При этом присутствовало 10 человек. Моя избранница помогала советами. В общем, была согласна. Платье решили сшить сами, ведь я дизайнер. Мирахима Упош считает, что пока ситуация полностью не стабилизируется, необходимо менять формат свадеб. По его словам, на такую церемонию затратили только 30% из той суммы, что планировали ранее. Теперь дизайнер эти деньги вложит в свою новую коллекцию в этно-стиле, своего собственного бренда. Это мое лучшее, что я шил. Здесь воротник в форме асимметрии. Одна часть напоминает кыргызский чапан, другая сторона более современная. Такой вот микс. Напомним, на празднества в кафе и рестораны сейчас разрешено приглашать только 50 гостей. Некоторым заведениям, таким как ночные клубы и фудкорты, работать пока запрещено. Анастасия Соболева, Тенштегбекинджбекулу, Ирлан Кемельвеков, НТС.